Первое полугодие 2022-го для региональной налоговой службы одно из самых результативных за последние годы. Плюсы практически по всем направлениям, за исключением, наверное, частично предпринимателей, но к ним, как известно, отношение особое. Из-за ковида коммерсанты работали с пониженной ставкой. В остальном же сплошь рекорды. В консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полугодии поступило 40 млрд 827 млн рублей, что на 8 млрд 606 млн рублей или на 26,7% больше аналогичного периода 2021 года. Из общей суммы поступлений 12 млрд 837 млн рублей поступило в федеральный бюджет с положительной динамикой 124,1% по первому полугодию 2021 года. Общий рост поступлений затронул, естественно, и региональную казну. Здесь денег больше тоже на треть. В абсолютных цифрах это 5 млрд 723 млн. И это власти Рязанской области не может не воодушевлять. Мы в правительстве строим планы, но их реализация прямая ваша заслуга, заявил Павел Малков. Это и поддержка бизнеса, и социальная инфраструктура, школы, детские сады, больницы, объекты культуры, спорта, дороги, благоустройства, все-все-все. Это, на самом деле, по сути, улучшение жизни рязанцев, а реализация этих планов зависит как раз от вас. О результатах любой работы лучше всего говорят цифры. Вот Вячеслав Анатольевич некоторые уже назвал цифры. Налоговые поступления в областной бюджет растут, не может это не радоваться. В сравнении с первым полугодием прошлого года рост примерно на треть. И в местные бюджеты тоже поступления растут. Там за полгода около 9% пунктов прибавка. Динамика положительная, конечно, это очень хороший результат. Другие цифры в работе налоговиков тоже впечатляют. У ФНС открыты для всех, и только за этот год к личным кабинетам получили доступ 26 тысяч физических лиц, 1800 юридических. Тех, кто с налоговой службы работает честно, уже больше 300 тысяч. Теперь одна из задач налоговых инспекторов – не допустить роста совокупной задолженности. Продолжение следует... Продолжение следует...